У Гомиле сегодня прошел митинг у патрымку мира, безпеки и спокою. На площади Ленина собрались люди, которые именно витах этой каштоунности лечить головными у державной политики и громадским життям. Коротко атмосферу на митингу можно описать одним словом – городша. Кале 15 тысяч людей разных взрослых, профессий и навыд национальностей собрались на Гомильской площади Ленина, чтобы ствердить свою позицию. Увага до подеи колоссальная. Ее осветляют державные и недержавные СМИ. Были сяроды присутных людей, которые не разделялись в точный настрой, и тех, кто жадал поспрачаться, али было видовочно. Тых, кто пришел патрымать девушек президента на парадок больше. До открытого микрофона подходили семьи, настауники, военные, рабочие. Усе, кого зараз переполняют эмоции и жадание выказаться об ситуации в Украине. Я на пасаправдному турбую. Мне страшно. Мне страшно, когда я лажу своих детей спать, что в окно сейчас залетит какой-то камень или еще что-то страшнее. Я хочу жить в мирной, спокойной, процветающей Беларуси. И раз уж у меня... Беларусь! 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 Гамильчане собралися на площадь, каб выказать удячность тому, за кого они голосовали на выборах президента. Яны бачать у им таго, кто зможе гарантовать стабильное и мирное житё. Демонстранты скандируют. Им не потребны пирамены и революции. Головная махчимость спокойно жить и працавать. Я здесь, потому что для меня батька победил на выборах еще в феврале. Потому что он не объявил карантин, он не остановил экономику, и он не загнал нас по домам. Мы пришли сюда только для того, чтобы поддержать нашего президента, чтобы показать, что мы все едины, что мы против стачек, мы против того, чтобы заводы стояли, чтобы наша экономика провалилась. Мы хотим, чтобы все было хорошо, как и раньше. Представники мясовой улады так само пришли сказать свое слово. Губернатор Гомельской в области Геннадий Соловей отзначил. Головная задача митингу – продемонстровать одинство и непокорность уснуютшим обставинам. Уважаемые друзья, вы знаете, какая поддержка идет со стороны государства нашему региону. И вот буквально недавно президентом подписано распоряжение о поддержке нашего региона, Гомельского, для окончания строительства школы. И эта поддержка ощущается в его отношении к нам, к гомельчанам. И теплые слова о поддержке мы всегда слышим, потому что Гомельщина была подвержена более, чем другие регионы. Поэтому мы за нашу сильную, процветающую Беларусь, и за вас, гомельчане, и за наших беларусов. Народ на центральной площади города голосно заявил, ему потребна стабильность и мирное небо над головой. Что, як неспевание хором державных агимна, може объеднать беларусов, мирных людей. Наша любимая мать и родима, вечно живи, им видней Беларусь. Наша любимая мать и родима, вечно живи, им видней Беларусь. Шэстя давечнага агню дани на памяти падеям, які адбылися больше, як 75 гадоў таму. Плюралізм думак – основа свободнага грамацтва. Ва умовах складаннага унутрипалітычнага становіша, людзі імкнуцца ствярдіць свою грамадзянскую пазіцію. Іх хвалюе лёс роднага краю. Яны хочуть гаварыць аб гэтым, им патрэбна падтрымка. Беларусы хочуть разумець, што яны не адзінокія ў сваіх імкненнях, што іх шмат і разам яны здольнае нешта змяніць. Сітуація ў країні не простая. Таму галоўна, каб митынгі былі не супрацька гості, а за мир і розквіт нашай країны. Микалай Скінціян, Валерай Гапанько, Сергей Лукашук, Телерадео кампанія Гомель.